В Ордобасинском районе Южно-Казахстанской области археологи впервые обнаружили во время раскопок сразу более 100 артефактов. Среди них есть небольшие ювелирные украшения, датируемые вторым-четвертым веками нашей эры. При этом сами погребальные камеры на городище Культубе, расположенные на глубине 5 метров, очень хорошо сохранились. Все они принадлежат к эпохе государства Кангюй и говорят об его полиэтничности. Наталья Цой побывала на месте раскопок и прикоснулась к древностям. Сержант учится на первом курсе Шемченского вуза. Будущий историк впервые участвует в научной экспедиции такого рода. Впечатлений много и они дают еще больше стимул для занятия наукой, признается студент. Когда сперва нашли скелет, тогда мы начали работать еще сильнее, лучше. Вот в этой катакомбе ученые обнаружили останки тела женщины с арматки. И рядом возле нее лежало вот такое зеркало. Ученые говорят, что это личная вещь, и ее обычно хоронили вместе с телом погибшего. Рядом имеются бурдюк и другие предметы быта. Это одно из трех погребальных сооружений, раскопками которых сейчас занимаются ученые. Ему более двух тысяч лет. И сейчас для археологов оно почти не тронуто расхитителями гробниц. Здесь были найдены ожерелья, изделия из бронзы, в частности колокольчики, а также хрусталики из горного хрусталя, ожерелья из горного хрусталя. Археологи обнаружили в трех усыпальницах останки 12 человек, в том числе одного ребенка. Все они захоронены в разное время, потому что могильники использовались как схлепы, говорят ученые. То есть религии в то время не было как такого. Была религия, зороастризм, но элементов зороастризма мы здесь не увидели. А вот религиозный дуализм, то есть вера в потусство, очень ярко выражена. Все артефакты также говорят о полиэтничности государства Кангюй. Они помогут заполнить неизвестные страницы истории этой эпохи. И в будущем украсит экспозицию Центрального государственного музея Казахстана, который снарядил эту научную экспедицию. Наталья Цуирбулат Абишев, Нармахан Микмуратов, Южеказахстанская область.